Привет! Предположим, у вас есть 200 тысяч рублей и вы хотите их монетизировать. На собственном опыте ведения бизнеса я сейчас приведу примеры трех традиционных направлений микробизнеса, классических, так сказать, и майнинг. Мы разберем, что можно открыть на 200 тысяч рублей, как это сделать, какую доходность это может принести, какие это несет риски, и сделаем сравнение с майнинг-фермой. Что же из этого получится выгоднее и прибыльнее, узнаем прямо сейчас. Первое и второе направления немножко схожи, но мы начнем по порядку. Первое направление бизнеса, которое мы можем открыть на 200 тысяч рублей, это кофе с собой. Для этого первоначально мы должны подобрать помещение от 2 до 6 квадратных метров. Важно сделать так, чтобы это помещение было либо в торговом центре, либо в бизнес-центре, либо рядом с метро на проходнике. И чтобы стоимость арендной платы не превышала 10 тысяч рублей за квадратный метр, иначе мы рискуем уйти в минус, либо же очень долго отбиваться. Итак, для того, чтобы открыть кофе с собой, вот мы нашли помещение. У меня это обычно занимает по 3 дней до недели, в зависимости от того, насколько сильно в это упороться. Нужно сделать себе юрлицо. Так как мы будем продавать товар, именно кофе, лучше сделать ИП. Можно и самозанятого, но это такое себе. Лучше сделать ИП, сделать себе УСН и начинать работать. В интернете находите компанию, которая поставляет кофе и кофейное оборудование. Есть такие компании, с которыми вы заключаете договор, закупаете у них кофе, а они сами вам поставляют в аренду кофейное оборудование, ну и холодильники для того, чтобы продавать доп. товары. Тут важно понимать два момента ведения этого бизнеса. Вы можете сделать минимальную маржу на кофе, но при этом хорошо зарабатывать на доп. товарах, либо сделать максимальную маржу на кофе, а доп. товары использовать как подарочное явление. И то, и то направление будет работать. Надо подумать, посчитать, что интересно лично вам и вашей аудитории. Теперь попробуем рассчитать. Вот у нас 200 тысяч рублей. Допустим, мы взяли помещение 4 квадратных метра, 40 тысяч рублей аренная плата. Мы платим 40 тысяч плюс 40 тысяч первый и последний месяц. Еще 1030 мы выделяем на ремонт обустройства помещения, 30-50 тысяч рублей. И в остатке у нас остается 70 тысяч рублей. На 70 тысяч рублей мы покупаем как раз то самое кофе, чашки, кружки, все необходимые стаканы и оборудование для кофе. Сиропы, пряники, печеньки, шоколадки и прочее, прочее, прочее. То есть укладываемся в этот бюджет с лихвой и еще даже немножко останется. Работать в этом деле придется самому. 7 дней в неделю, от зари и до зари. Грубо говоря, это открытие до закрытие. Нанять сразу сотрудника, это 100% уйти в минус. И скорее всего дело не выгорит. Потому что ни один сотрудник не будет относиться к вашему стартапу, к вашему делу так же, как и вы сами. При правильном поиске помещения и расчетах стоимости ваших товаров и услуг окупаемость данного предприятия составит где-то до 6 месяцев. Ну тут уже плюс-минус зависит, конечно, от геолокации, от ваших стараний и прочего, и прочего. По доходу вы распределяете как минимум 30% всегда на рекламный бюджет. То есть ведете страничку в Инстаграме. Это прям обязательное условие для того, чтобы именно ваша кофейня развивалась лучше среди конкурентов. Чтобы у вас были постоянные клиенты. Это очень интересная и важная вещь. Ставите себе заработную плату минимальную для конкретного вида деятельности. Там 30-40 тысяч рублей. Это сразу приучаете себя к этому. И оставшаяся сумма, это, собственно говоря, сумма за аренду. И делаете все это вы из чистой прибыли. То есть вы заранее отложили стоимость аренды. Все. А все оставшиеся деньги плюсом, это ваша чистая прибыль. С которой вы откладываете 30% рекламного бюджета. Откладываете себе зарплату. А все, что сверху, это уже ваш личный заработок как предпринимателя. Второе направление бизнеса, которое вы можете сделать с этим бюджетом, это открыть магазин разливного пива. Либо же пивнушку, пиво с собой, вот и так далее. Крафтовые, не только. Все, что хотите по своему усмотрению. Разница, в отличие от кофейни с собой, что здесь вы не ищете помещение в торговом центре, либо в бизнес-центре. Здесь, наоборот, вы ищете помещение, во-первых, чуть большего метража, либо в продуктовом магазине каком-нибудь, либо вообще полуподвальное, либо на первом этаже самое интересное помещение в жилом доме. Желательно в жилом квартале спальном. По распределению бюджета. Арендная плата, соответственно, будет чуть-чуть дешевле за квадратный метр в районе 5000 рублей. Опять же, я сужу по Москве, в вашем регионе цены могут быть еще дешевле. В совокупности получаем примерно то же самое, так как нам нужно помещение в два раза больше метражом, это 8-10 квадратных метров, арендная плата у нас также до 50 тысяч рублей, 40-50 тысяч рублей. То есть 80 тысяч рублей мы откладываем заранее на аренду. Те же самые 30-50 тысяч рублей мы откладываем на благоустройство нашего помещения. Это барная стойка, это стена, чтобы куда установить краны, и подсобное помещение, где мы будем хранить наши кеги с пивом. По закупке товара все примерно так же, как в кофе с собой. Вы в интернете находите поставщика, который продает пиво, покупаете у него пиво, заключаете с ним договор, он вам поставляет краны бесплатно и воздух, для того, чтобы из кег наливать пиво по бутылкам. Закупаете, собственно, тару в бутылке, если, как данная компания, поставит вам еще и холодильник, это хорошо, нет, находите другую компанию, заключаете с ним такой же договор. Накидываете туда соленые рыбки, орешков, сухариков и прочего, и прочего. В бюджет 200 тысяч вы спокойно уложитесь для того, чтобы реализовать свой товар и потом затарить еще больше. Здесь окупаемость будет немножко выше, сейчас объясню почему. По ведению данного вида бизнеса точно таким же образом вы можете сделать высокую маржинальность на сам основной продукт, на пиво, и сделать низкую маржинальность, либо вообще подарочное явление доп. товары, минимальные, там орешки, например, пачку орешков в подарок. Это очень приятно и это будет вам большой плюсик. Либо вы наоборот делаете минимальную маржинальность на основной товар, тем самым демпингуете своих конкурентов и очень много зарабатываете на допниках. Здесь надо, опять же, оценивать вашу аудиторию, кто к вам ходит и насколько им эти допники интересны. Так как товар сейчас получается более дорогой, нежели кофе, вы так много его не сможете затарить в этот бюджет. Поэтому, когда вы будете окупаться, то есть все продали, вы просто на эту же сумму уже с маржой затариваете больше товара и еще больше товара и так далее. До тех пор, пока вы не достигнете определенного пика по вашему помещению, того, что вы можете у себя хранить. А дальнейший принцип точно такой же. Откладываете деньги на аренду, все остальное это прибыль. Из прибыли вы делаете расчеты на 30% на рекламу, ставите себе, платите заработную плату, налоги. Ну, соответственно, налоги я забыл, налоги также оплачиваете, их будет немного. А все, что останется, это ваш чистый доход как предпринимателя. И, наконец, третий вид бизнеса, то, что я сделал неоднократно, я открыл более 5 сервисных центров, также их успешно продал. Это, правильно, сервисные центры по ремонту мелкой электроники. То есть смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры стационарные. Здесь есть, конечно, и свои нюансы, но я могу дать прям конкретную инструкцию к действию, которая работает и работает 100%. Итак, вам нужно найти также помещение. Здесь важно, не ищите помещение на радиорынках. Очень большая конкуренция и очень мало можно заработать. Ищите помещение в спальных районах. Важно! Близкая доступность от метро, первая линия и, желательно, первый этаж с собственным входом. По сути, вам хватит и 2 квадратных метра для того, чтобы заниматься этим видом деятельности. Но чем больше, как говорится, тем лучше. Объясню сейчас почему. Если вы находите такое помещение метров квадратных 10 или 15, или 20 даже, а в итоге в идеале 30, и это вполне реальность, потому что за 30 тысяч рублей в месяц можно найти помещение 30 квадратных метров даже в Москве, даже рядом от метро в жилом доме, то вы помимо основного вида деятельности, которым вы занимаетесь, сможете подключить еще дополнительные, это пункты самовывоза разных транспортных компаний. И с этого вы будете дополнительно зарабатывать и отбивать арендную плату. Но мы сейчас не про это. Вроде бы кажется, сервисный центр, нужны специальные знания для того, чтобы этим заниматься. Это немножко не так. Ну, точнее, отчасти это так. Вам придется все равно этому научиться. Но мы сейчас к этому придем. А пока как это сделать? Вот вы нашли помещение, вам нужно закупить оборудование. Оборудование это набор отверток и расходных материалов, там сжатый воздух, клей разный, набор инструментов необходимых и прочее. Также сепаратор и паяльная станция. Все это обойдется 1015 рублей. Еще опять же, также на 1030 вы делаете себе вывеску какую-то и делаете минимально, облагораживаете ваше помещение. Там покрасили стены, взяли какой-нибудь рецепшен, ну, в принципе, и все. И начинаете работать. Первые клиенты к вам пойдут так и так, если вы взяли помещение в правильном месте, даже без какой-либо рекламы, просто люди, которые будут проходить мимо. Если вы взяли помещение, где еще там за стенкой сидит какая-нибудь кафешка с полной посадкой на бизнес-ланч, то это будет прям вообще победа. Я в 2014 году открыл свой первый сервисный центр. Я абсолютно не понимал, что делать. Я не умел ремонтировать никаких устройств. И я это делал по YouTube. И первое устройство, которое ко мне пришло, это был iPhone 4s. Как сейчас, помню, с разбитым экраном я его взял на замену. Я по видео сижу, его разбираю, учусь, как это делать. Видео до конца не досмотрел, возомнил себя умным. Давай собирать его сам. Не протянул шлейф, он у меня порвался. Экран я запорол, попал на деньги. Взял второй экран, начал его также собирать, уже протянул шлейф. Не докрутил один болтик, который попал между экраном и рамкой. Положил его экраном на стол. И когда пришел клиент, я достаю телефон, ему показываю, а экран битый. Было очень неприятно, но это опыт. Все приходит с опытом. И вот так где-то за полгода, пыканье-мыканье, что-то получалось сразу, что-то не сразу. Здесь главное то, что вы должны понимать. Вы отвечаете перед клиентом собственными деньгами, если у вас что-то не получается. Нарабатываете репутацию, начинает работать сарафанное радио. Все точно так же. Аренду отложили. 30% на рекламный бюджет. Можете также заниматься YouTube снимать, как вы ремонтируете, что вы делаете и прочее, прочее. Но может приходить не только модульный ремонт, есть еще и сложная пайка и прочее, прочее. Как с этим быть? Существует ряд специалистов, которые в принципе не занимаются ремонтом, не открывают свои точки. Вот именно обычным классическим модульным. То, что делается быстро. Эти люди упарываются исключительно по сложной пайке и сложному компонентному ремонту. Такие люди есть везде, их можно найти. Заключается с ними договор на аутсорсинг, что принимаете устройство, относите им, они его диагностируют, если что нужно, чинят. Вы как посредник просто берете свою небольшую комиссию, связующую между вот этим пайщиком и непосредственно конечным клиентом. На самом деле, ничего сложного. Работа в кайф. Ну, если вам нравится этим заниматься. Для меня это кайф. Как конструктор Лего постоянно разбираешь, попервой даже мнился каким-то таким прям хакером, инженером, когда там перепрошиваешь устройство или еще что-то. Ну, это на самом деле интересно. Работы хоть отбавляем, живем в современном мире, у каждого человека минимум один телефон, а то и два, плюс компьютер, плюс ноутбук, плюс еще что-нибудь, там часы, браслет, наушники, блютуз и все что угодно. То есть гаджетов и устройств хватает для того, чтобы было что ремонтировать. Окупаемость данного предприятия также начнется примерно от полгода, от трех месяцев, продлится она до полугода, либо до года. Здесь уже зависит, опять же, от помещения, где вы его взяли, от того, как вы работаете, как вы работаете с клиентом, какие цены вы назначаете, как вы занимаетесь рекламой и прочее, прочее. В общем, товарищи, мы с вами разобрали три направления традиционного микробизнеса, которые можно сделать на 200 тысяч рублей. Что мы с них можем обобщить? Первое. Это то, что придется работать самому на протяжении минимум полугода от зари и до зари. Сажать какого-нибудь сотрудника у вас не получится, это будет слишком затратно. Второе. Это все-таки классический бизнес, который привязывает вас к месту. То есть в случае, вот как было с карантином, вас закроют. В случае вы заболеете, вы не сможете открыться. Там санкции, не санкции, что угодно может еще произойти. Это все риски. Риски, что к вам не пойдет клиент, риски, что у вас просто не получится этим заниматься, риски, что у вас не будет стрелять реклама. И очень-очень много таких вот рисков. Ну, как говорится, желание и упорство. И все получится. Доходность, которую вы можете приобрести со всех этих трех предприятий, в районе 100-200 тысяч рублей в месяц. Это уже когда вы развились, когда у вас работает сарафанка, когда у вас есть постоянный клиент, ну и так далее. И теперь, наверное, самое для вас интересное, как зрители моего канала, это майнинг фермы. На 200 тысяч рублей мы также можем собрать майнинг рик. Вот, например, за моей спиной стоит майнинг рик на 8 карточек RX 580 с топовыми комплектующими за 190 с копейками тысяч рублей. Еще в 2012 году, когда я познакомился с техникой Apple, я ее начал себе приобретать. И первое у меня приобретение было компьютер-макбук. И когда произошел финансовый прорыв труба в моей жизни, у меня не осталось денег, мне они резко понадобились. Я смог продать этот макбук и, собственно, вывести из него деньги. Я смекнул, что это неплохое денежное вложение именно техникой Apple. Ну, потому что это, во-первых, что-то физическое, ну, как машину вы покупаете, по сути, то же самое. И не так быстро падает в цене, не так много теряет в цене. И за счет этого я периодически приобретал и продавал вот эту технику, когда мне было нужно. Покупал больше, менял на что-то более дорогое, потом продавал. А в основном, в целом, я всегда отбивался и даже зарабатывал на этом в какие-то периоды своей жизни. Ферма – это то же самое вложение. Это ликвидное железо, которое интересует вас, а значит, еще очень много людей. И в случае какого-нибудь жизненного краха или жизненной необходимости, вы всегда сможете его реализовать. Там через полгода, год, два, или даже если вы, наоборот, захотите реализовать, чтобы обновиться. Всегда найдутся другие майнеры, которые у вас это выкупят. Да, допустим, через два года эта ферма будет стоить в два раза дешевле на вторичном рынке. Но окей, вы два года на ней отработали, вы уже ее отбили, вы уже на ней заработали. И просто потом еще за полцены продали от того, что вы ее купили. Я сейчас не говорю про классические денежные вклады, банки и так далее. Это вообще труба страшная. Мы говорили об этом в одном из предыдущих роликов. Мы говорим, что ферма это как бизнес. Ну что мы можем заработать с фермой? Да, ферма не требует арендной платы, то есть большого помещения. Как бы аренда есть, вы платите за свет, за электроэнергию этой фермы, но она прям по сравнению с арендой помещения, ну копеечная совсем там. Ну три с половиной тысячи рублей в месяц жрет эта ферма по электричеству в пять-четыре рубля. Далее, она работает сама по себе, вообще не требует вашего участия. То есть вам не нужно за ней сидеть и работать, как на традиционном бизнесе с утра до ночи. Вы работаете, занимаете своей деятельностью, либо не работаете, просто отдыхаете. Она сама по себе работает и потихонечку себя отбивает, манит монетки. По поводу заработка, сколько можно на этом заработать? Да, конечно, в случае традиционного бизнеса там может быть у вас заработок и 100, и 200 тысяч рублей при вложениях тех же самых, спустя какое-то определенное количество времени и куча вложенных трудов. С фермочки в лучшее время она вам будет выдавать 30-40 тысяч рублей. Если вы накопили монеток, вы видели, что курс поднялся и поменяли по выгодному курсу, а не меняете прям еженедельно для того, чтобы хоть как-то что-то заработать. Майнинг не про это, нельзя к нему так относиться. По поводу рисков. То, что ферма сломается или сгорит, маловероятно. Ну просто по опыту. Собрали больше тысячи ферм, брак 0,5%. Опять же, всегда есть гарантия, где вам поменяют комплектующую на новую и прочее. Шанс того, что криптовалюта соскамится полностью, как об этом все думали в 2018 году. Ну, хорошо. Окей. В 2018 году у нас не было понимания того, что вообще такое криптовалюта и что с ней происходит. Она резко выросла и потом резко начала падать. И все подумали, что все, на этом конец. Ну, это был такой хайп, пирамида и все сдохло. Сейчас же у нас есть аналитика за последние два года. Мы можем проанализировать, что происходило с рынком. И мы все прекрасно понимаем, что эта тема не умрет. Не умрет как минимум в этом десятилетии. Подытожим. Традиционный бизнес – это много работы, собственного труда и собственного времени. Ну, просто вот дохрена. Достаточно много рисков, особенно в современном мире, ситуации с коронавирусом и то, что мы вообще видим, что происходит. Но возможность больше зарабатывать, наверное, с большим кайфом работать, если вам нравится то, чем вы занимаетесь. Если вот эти, например, три направления, про которые я рассказал, вам близки и интересны. Майнинг-ферма, те же самые вложения, работает сама по себе, не требует вашего постоянного вмешательства, внимания и прочего. При этом является вложением денежных средств, которые ликвидны, и всегда его можно будет вывести при необходимости. И с очень большими перспективами роста ее собственной доходности. По хорошему счету, что традиционный бизнес, про который я говорил, что вот это майнинг-ферма, все это будет окупаться до года. От шести месяцев до года. Опять же, зависит от курса, зависит от клиентов. Зависит от курса, зависит от рекламы. Зависит от курса, зависит от еще многих условностей. По сути, ферма, только вот ее доходность зависит от курса и не более. Ну и, конечно, ваши собственные аналитики, которые вы можете произведить в интернете ежедневно. Ежедневно. Да, если работать с фермой, то вы можете увеличить свой доход с нее раза в два. Например, вы смотрите, читаете, изучаете монетки. Каждая монетка не просто так. У каждой монетки есть история, за ней что-то стоит. Она не просто так стоит каких-то денег. И вы видите, так, вот, новая монетка привез. Вот она очень перспективная. Она за то-то, то-то отвечает, прикреплена тем-то, тем-то. И сейчас она может выстрелить. Еще раз приведу простейший пример. Это прям феноменальный пример, который у меня засел в голове очень давно и до сих пор сидит. В 2018 год, лето, один из наших клиентов начинал там майнить монетку Монера. И майнил ее, майнил, 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 майнил. Когда все майнили Ethereum и Zcash, и когда все курсы падали вниз, Монерка потом взяла и выстрелила. Просто выстрелила. Этот человек окупил себе фермы. У него было пять штучек. Ферм на миллион рублей буквально за месяц. Ну, при пересчете, если посчитать. И заработал при этом охренительную кучу денег. Вот с пяти ригов за миллион рублей. То есть, надо анализировать то, чем вы занимаетесь. Нет, можно не анализировать и зарабатывать так, как зарабатывать. Я постарался в этом ролике поделиться собственным опытом. Конечно, я рассказал все очень сжато и кратко. И если у вас есть интерес к тем видам деятельности, про которые я рассказывал, Ну, или вообще какие-либо вопросы ко мне в контактах в описании. Можете ко мне обратиться. Я помогу, расскажу, поделюсь своим опытом, что сам знаю. И, возможно, научу или дам какие-нибудь прямые рекомендации, советы к действию. Ну, а если этот ролик вам понравился, поддержите его лайком. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, что вас интересует, о чем нам снимать ролики. И увидимся совсем скоро. До новых встреч! Продолжение следует...